Первоначально следственными органами возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным следствия, на протяжении 7 лет в частном доме 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий. О том, что в отношении девочки совершены преступления, следствию стало известно от знакомой этой семьи. В ходе проведения осмотра места происшествия следователями совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России обнаружено большое количество огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Это несколько автоматов Калашникова, пулемет, пистолеты различных модификаций, ружья, гранаты, патроны и многое другое. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. Задержанный поясняет, что весь этот арсенал ему потребовался для самообороны от лиц, которых показывают в криминальной хронике, а гранаты якобы для тренировки собаки. Следствием будут тщательно изучены и проверены как доводы задержанного, так и иные сведения, которые позволят установить, для чего предназначалось оружие. По данному факту дополнительно возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за незаконный оборот оружия и боеприпасов. В ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, в которой воспитывается шестеро несовершеннолетних детей, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Все дети на данный момент находятся в больнице для проведения обследования. Уже решен вопрос об их изъятии из семьи, после этого органами опеки будет определено место пребывания несовершеннолетних. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов опеки и иных должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений, своевременно не принявших мер по изъятию детей из семьи. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления, а ход расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета России.